В своём хозяйстве датчанка вопрос утилизации пластика уже решила. Её выбор — жить в гармонии с природой, а потому дом скорее похож на антикварный музей. Почти всё из натуральных материалов — стекло, дерево, металл, конский волос. Электрики тоже нет. Говорит, что удобно. Проблемы возникают лишь при походе в магазин. Я не могу купить себе сметану, потому что её продают только в пластиковых упаковках. Эта пачка молока сделана тоже из пластика, и я думаю, почему они не могут сделать их из стекла? Этот вопрос в течение полугода обсуждали в Европарламенте и пришли к выводу, что пластика действительно стало слишком много, и простая переработка проблему не решит. А потому депутаты предлагают запретить производить то, от чего в принципе можно отказаться. Пластиковая посуда, одноразовые стаканы, приборы, тарелки, трубочки для напитков — все эти привычные вещи через три года заменят на биоразлагающиеся аналоги. Конечно, есть отрасли промышленности, где без пластика никак. Производство таких товаров должно быть сокращено к 2025 году на четверть. 90% пластиковых бутылок планируют пускать в переработку. Обсуждение в парламенте — это хороший первый шаг, но проблема пластика гораздо масштабнее. Пластик сейчас везде — в море, в воздухе, даже в нас самих. 8 миллиардов тонн пластика производится примерно в течение 65 лет. Цифры говорят сами за себя. Более 4 миллиардов тонн только в одной Европе. Океаны превратились в мусорные баки и умирают. Гигантские мусорные острова в Мировом океане продолжают расти. Ученые уверяют, что такими темпами через 7 лет на 3 килограмма рыбы будет приходиться по одному килограмму мусора. И 80% по данным Еврокомиссии будет пластик. Ежегодно в Европе производят около 25 миллионов тонн пластиковых отходов. Стратегический план предусматривает обязать перерабатывать все пакеты упаковки к 2030 году. Но до того, как это станет законом, предложения еще рассмотрят по отдельности все страны ЕС.